Приветствую вас. Я думаю, что вообще-то чувства могут пропасть сами по себе. Такое бывает. Это неприятно, но такое бывает. На мой взгляд, для этого не нужен повод совершенно. Вот. Так что. Было бы здорово, если бы вы ну, например, поговорили бы со своей женой, да? Поговорили бы с ней. И как-то вот постарались бы отнестись к этому спокойно. То есть, это неприятно, но это, к сожалению, это вполне нормально, да? Вот. Поэтому ничего с этим, к сожалению, не поделал. И, да, можно, конечно, можно, значит, себя заставлять. Да, можно себя винить, конечно, в том, что у вас пропали чувства, но вы за свои чувства не отвечаете и, соответственно, говорить о том, что их можно и нужно сильно возвращать здесь нельзя. Но, с другой стороны, есть важный момент. То, что вам именно невыносимо. То есть, вам не все равно. Вам именно невыносимо. И вот у ощущения невыносимости есть, конечно, свои, как мне кажется, причины. И вот как раз таки на негатив, на мой взгляд, вам стоит обратить внимание. С чем связано именно то, что вам неприятно? Ее объятие и проявление. И проявление, я так понимаю, невыносимо об этом вы хотите сказать. Можно поисследовать, можно вместе с вашей женой пообщаться. Идеально, конечно, было бы, если бы вы рассказали обо всем своей жене, потому что доверие здесь основа для решения проблем. Особенно, если вы дорожите. Ну, в целом, уважаете ее, как человек, свою жену. Вот. Смотрите. Сами выбирайте тот способ, выбирайте то направление, которое вам покажется наиболее приемлемым, да, для вас, наиболее комфортным для вас и так далее. Но о жене рассказать в любом случае стоит. Вот. Может быть не так, как вы это сказали нам, да, но стоит. Потому что она, я думаю, должна знать, что происходит. Это честно по отношению к ней. Даже если какой-то вот момент у вас пройдет, и вы опять будете что-то к ней чувствовать, все равно как бы ей, я думаю, следует знать, что вот вы можете меньше как-то вот к ней испытывать теплых чувств, потому что она чувствует, когда вы ее обнимаете, когда она вас обнимает, и вы ощущаете неприятное, она это ощущает, и это может у нее вызывать чувство тревоги и прочее. Еще раз. Вы не виноваты в том, что произошло, но я думаю, что позаботиться, например, о своей жене вам ничего не стоит, если вы, как я сказал, уважаете ее, уважаете ее как человека, и эту проблему нужно решать. Не для жены, но для вас, чтобы вы хотя бы понимали, что происходит. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok